Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее Следующий Алиф И Так как перед этим Алифом После которой стоит Алиф Часто Воспринимается Какая смягчительная форма И как будто Допустимо изменить Фатфу которой Алиф Которая после нее Да, Я это мягкая буква изначально Но тем не менее мы не склоняем К еще одной Я То есть мы говорим ИИКа ИЕКИ То есть у нас ИМАЛЯ Это склонение к Алифу Алифа вернее к Я И Я Как бы хочет еще к своей же Букве такой же как она склонить Поэтому здесь Вот это нужно учитывать и не допустить То есть мы Я Алиф после Я читаем как А А не как Е Или Э Что-то такое Да, как например Читают ИЕКЯ Или ИЕКЯ ИЕКЯ Нет, Я Я То есть оно похоже на как Я Помним в школе, наверное, что Когда Я и там транскрипцию делаем Только как Е плюс А Вот как раз вот оно схоже здесь Да, то есть это Я, Я и Я И тянем два Хараката Если мы здесь не останавливаемся Это в принципе не место остановки Да, но логично Если бы вдруг остановились по правилам остановки Можно два, четыре или шесть остановиться здесь Но мы не останавливаемся Да, ИЯ ИЯКЯ То есть это долгий Алиф И важно, как мы его будем произносить И последняя буква в этом слове Это КАФ Это буква КАФ КАФ Мягкая буква Это верно, но мягкая буква Но, к сожалению, многие пытаются делать ее чрезмерно мягкой Опять за счет, как бы, передвижения ее ближе к Я, чем к Алиф Да, и приводит к тому, что говорят КЕ Например, ИЯКЕ Или КА То есть какой-то звук, который не соответствует КАФ мягкая То есть К Да, не говорю К КО Нет, это мягкая буква КА КА Но не нужно говорить специально КЯ ИЯКЕ Потому что это буква КЯ То есть это склонение Алиф к букве Я Это уже отдельный звук, который называется ИМАЛЯ Да, это может быть ИМАЛЯ СУГРА или ИМАЛЯ КУБРА Но, тем не менее, да, это будет звук искаженный, неверный И те, кто, ну, объясняет этим, что буква КЯФ мягкая, да, ее можно прочитать мягко в ее рамках Правильно произнося над ней, с ней любые огласовки Для этого не нужно сжать никакие огласовки Читаем их правильно, как это делаем и с другими буквами Далее у нас следующее слово Слово НААБУДУ, да НААБУДУ у нас первое МУН Читаем ее мягко, да, не говорим НАА, НАА Нет, НАА с ФАТХА Легко произносим ее эту букву Опять же, ФАТХА читаем, как и со всеми буквами, одинаково, да ФАТХА ТАБЕ у нас для чтения Курана, да, естественно открытие, соответствующее чтению Курана Затем идет буква АЙН Из буква АЙН часто, если неправильно отрегулировать махарыч, интенсивное открытие, вернее нажатие как бы на середину горла махарыч, который, АЙН, да, это середина горла Можно услышать, например, НААБУДУ, НААБУДУ, да, то есть как будто АЛЕФТЯН Нет, НАА, буква АЙН, НААБУДУ, да, это буква АЙН у нас, а не буква АА, то есть это другая буква Тренируем АЙН, да, путем можно, например, тренировки прерывания, когда вы пытаетесь вдыхнуть, например, воздух и не дать ему зайти, да, путем тренировки, как бы перекрывая горло, перекрывая путь ему, да, или то же самое можно проделывать с водой. Да, когда вы, как бы, пытаетесь или мысленно набрать эту воду, да, и вроде как глотнуть, но не дать ей пройти, или физически можно, да, ну, здесь внимательно, чтобы у вас никуда-то не пошло, не знаю, в другое место, которое может дискомфорт вызвать у вас. И АЙН важно, что при произношении мы ее, как бы, немножко придерживаем, да, не говорим ее, как бы, сильно интенсивно зажимая горло, таким образом, что вообще никакой звук не выйдет. НАА, 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 да, то есть чрезмерность приводит к тому, что горта не переходит, прижимает, зажимает горло, не дает просто звуку, в принципе, выйти. И она, получается, схожа на АГАНЗУ. Это нужно учитывать силу Махарыча, да. Далее идет буква БА, важно, что она с ломбой. Как и следующая из ней буква ДАЛЬ. БУ, БУ. Тут смотрим, чтобы она не оглушалась, не было ПУ, НАА, ПУ, да, нет, БУ, БУ, то есть не оглушаем, губы вытягиваем, умеренно, да, как бы, таким бантиком слаживаем, равномерно со всех сторон, как нижняя и верхняя губа, равномерно вытягиваем. Но это умеренное вытягивание, которое, вот, иншала регулируется. И еще буду в дальнейшем уроках, возможно, какие-то картинки вам представлю, как оно выглядит, да, чтобы вам было более понятно и как его отрегулировать. Потому что некоторые воспринимают, что чем дольше я вытяну вперед губы, тем точнее будет ДАЛЬ. То есть здесь есть тоже умеренность. БУ, БУ, да, когда мы говорим БУ, у нас губы умеренно вытягиваются. Просто тут важно, чтобы оно равномерно вытягивалось, как верхняя и нижняя губа. Как бы вот это сжатие, да, такие морщинки на губах, они были одинаковые сверху и снизу. Не так, как бывает у некоторых, губа нижняя сильнее сжимается или верхняя, или как-то на бочок сжимает, да, скручивает БУ, БУ, вбок или еще что-то. Нет, БУ, губы вытягиваем. И буква ДАЛЬ произносится, у нас здесь БА это губы, Махараджи, да, а ДАЛЬ у нас уже идет в переднюю часть языка, и мы произносим ее тоже у нас, вытягивание губы остается, да, такое же, вот как и у БА. БУ, ДУ, БУ, ДУ, НА, БУ, ДУ, Махараджи изменяем так, как у нас ДАЛЬ и другой Махараджи. И то же, что я и ранее говорила, соблюдаем в длину этих огласовок. НА, БУ, ДУ, да, то есть НА такой же, как БУ, такой же, как ДУ. А здесь уже всякий НА, БУ, ДУ, НА, БУ, ДУ. И в зависимости, насколько вы быстро читаете, да, конечно, это гармония остается, но длина, да, если мы будем в секундах каких-то или долях, в секундах измерять, она будет чуть-чуть разниться. Но между ними баланс остается один, в зависимости от длины. И последнее, да, у нас следующее слово здесь тоже есть, ИЕКЕ повторяется, но перед ними есть УА. УА, да, УА и ЕКЕ. И здесь важно то, что я говорила на предыдущем уроке, что, ну, там была такая же примерно история, но с буквой Я и с КАСРАЙ. Да, Я и с КАСРАЙ, когда у нас было МАЛИ, КИ, ЯУМИ, да, там КИ и Я. И я вам говорила, что частая ошибка, когда в эту КАСРАЙ по инерции тянут больше, потому что Я, она как бы к ней склоняется, это, чтобы её потянуть. А здесь то же самое, но с буквой ВАУ и с ЛАММА, да, так как ЛАМА, вот с ВАУ, это, или ВАУ, продолжение, по сути, ЛАММА, да, но когда это идёт, мы говорим про МАЛЬ, здесь чуть-чуть другая, как бы, ВАУ, которая с согласовкой, это МАХРДЖИЮ ГУБЫ, да, А ВАУМИДИ, это АЛЬДЖОВ. Соответственно, часто бывает ошибка НА, БУ, ДУ, ВА, И, ЯК, читать, нет, ДУ, ВА, то есть мы не тянем здесь, чтобы это не исказить чтение. Итак, у нас это часть этого аята, иншалу, на следующем уроке мы его завершим. И, ЯК, НА, БУ, ДУ, И, ЯК, да, или если бы здесь остановились, хотя это не место остановки, то мы можем остановиться там в 2, 4 или 6 на этом слове, так как предшествующие последние буквы, ХАРФ, да, это ДОКИ. Вот, БАРК, ЛАГУ, ФИКУМ, не забывайте подписываться, делиться, комментировать. И, благодарю вас, что продолжаете изучать Сурут Аль-Фатиха со мной. С вами была Ум Алик. БАРК, ЛАГУ, ФИКУМ, АСС-САЛЯМУ, АЛЕЙКУМ, ВАРАХМАТУЛАГИ, ВАРАХМАТУЛАГИ, ВАРАХМАТУЛАГИ.